Здарова, ребята! Сегодня я хочу с вами поговорить о айфоне 15 в сравнении с айфоном 14. Собственно, какой выбрать и чем они отличаются. Ну а перед началом видео обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, там самые оперативные новости из мира Apple, ссылочка в описании. Давайте начнем с габаритов айфона 15. Он чуть-чуть больше, чем айфон 14, но опять же это не настолько критично. И скорее всего даже чехлы от айфона 14 подойдут на новенький айфон 15. Оба телефона покрыты защитным стеклом керамик шилд, что собственно спереди, что сзади и здесь вообще никаких различий нет. Напомню, что керамик шилд достаточно устойчивое стекло защитное к повреждениям. Рамка айфона 15 выполнена из авиационного алюминия с наполнением цветов. Возможно, кстати, окраска торцевой части будет более стойкой к стиранию краски. Рамка айфона 14 тоже выполнена из авиационного алюминия, но с обычной технологией покраски. Оба телефона защищены по стандарту IP68. Это собственно глубина 6 метров до 6 метров на 30 минут. Можно оба телефона погружать и в принципе с ними ничего не должно произойти. Доступные цвета айфона 15 это черный, бледно-голубой, бледно-зеленый, бледно-желтый и розовая модель. В то время как в айфоне 14 доступны черный, белый-желтый, синий, фиолетовый и красный. Лично мне кажется, что более интересная расцветка была как раз таки в прошлом поколении, в поколении айфона 14. Теперь давайте поговорим про дисплей, ведь здесь есть действительно о чем поговорить в сравнении с корпусом новых телефонов. В айфон 15 установлен Super Retina XDR с диагональю 6,1 дюйма и разрешение 2556 на 1179 пикселей. В айфоне 14 установлен точно такой же экран, но разрешение здесь чуть-чуть меньше, всего лишь 2532 на 1170 пикселей. Я уверен, что даже при плотном сравнении вы не заметите вообще никакой разницы. В айфоне 15 чуть-чуть увеличили яркость матрицы до 1000 нит, в то время как в айфоне 14 их всего 800. Хотя казалось бы, да, всего 800, я думаю, точно так же это не сильно большая разница. Новый айфон имеет 1600 нит в режиме HDR, в то время как айфон 14 имеет 1200, и здесь уже согласитесь, более-менее так становится выигрышный, да, айфон 15. И еще примечательно то, что в новых айфонах пиковая яркость на улице составляет 2000 нит, в то время как в айфоне 14 это вообще никак не предусмотрено. Соответственно, если вы пользуетесь новым айфоном, айфоном 15, на улице в супер, там не знаю, ясную погоду, то картинка будет гораздо интереснее отображения на экране, нежели чем в айфоне 14. Наконец-таки Dynamic Island приходит и на базовые айфоны, это очень здорово, я сижу на 13 Pro Max с челкой и уже, если честно, хочется перейти наверно на Dynamic Island, ну это опять же не так критично, но на мой взгляд Dynamic Island делает такой, знаете, большой плюс в сторону того, чтобы перейти на айфон 15. Челка она замечательная, но она, наверное, уже так немножко всем поднадоела, хочется чего-нибудь новенького. Давайте поговорим про железо. В айфон 15 установлен Apple A16 Bionic, собственно, точно такой же чип, который был установлен в айфоне 14 Pro, 14 Pro Max. Соответственно, Apple перешла на такую модель, когда в бюджет на айфоны нового поколения мы устанавливаем флагманский чип прошлого поколения. Apple A16 Bionic, который установлен в айфон 15, имеет 6 ядер CPU и 5 ядер GPU, также есть поддержка 16-ядерной системы Neural Engine. В то время как в айфоне 14 установлено A15 Bionic, который имеет тоже 6 ядер CPU и 5 ядер GPU, и точно так же в нем есть 16-ядерная поддержка Neural Engine. По оперативной памяти то же самое у нас с вами осталось, по 6 гигабайт, и здесь ничего интересного у нас нет. Точно так же, как и в постоянной памяти 128, 256 и 512. Кстати, напишите в комментариях, какой объем памяти на вашем айфоне. В бетчмарках производительность айфона 15 в сравнении с айфоном 14 выше немножко там на 20%, но опять же это только в синтетических тестах. Если мы возьмем с вами два устройства вот так вот в лоб-лоб, мы с вами ничего не заметим практически, потому что, опять же, исходя из моего опыта, вот у меня есть айфон 10s тестовый и айфон 13 Pro Max, и iOS на нем работает практически одинаково. Ну да, где-то айфон 13 Pro Max работает побыстрее, но, соответственно, между ними пропасть. А пропасть между айфоном 14 и айфоном 15, она, конечно же, минимальна. Так что, с точки зрения производительности, я думаю, что это абсолютно два одинаковых устройства. Но вот где эти устройства абсолютно не одинаковы, конечно же, это камера. Новый айфон получил 48-мегапиксельную камеру, собственно, точно такую же, как и была в 14 Pro, 14 Pro Max. Широкоугольный объектив 48 мегапикселей, диафрагма 1.6 и сверхширик 12 мегапикселей с диафрагмой 2.4. Благодаря новой 48-мегапиксельной матрице смартфон может делать кроп с полного кадра, что будет эквивалентно двукратному оптическому приближению. Также в камеры добавили Smart HDR 5-го поколения и обновленный портретный режим. Я не скажу, что камера айфона 14 после обновления на айфон 15 стала, конечно же, хуже, но, опять же, там 12 мегапикселей и Smart HDR 4-го поколения. Но, поверьте мне, и даже можно и с айфона 10s выжимать нормальные фотографии, главное правильно расставить свет, какую-нибудь, знаете, красивую подсветку. Но, на самом деле, если отбросить все вот это, то айфон 15 очень привлекательен к покупке для тех людей, которые действительно увлекаются фотографией и что-то делают после того, как они сфоткали на айфон. Не выкладывая просто в социальные сети, а, допустим, обрабатывая это на компьютере и куда-то там, не знаю, распечатывая или продавая эти снимки на какие-то там коммерческие дела. Если задние камеры айфонов отличаются существенно, то фронталки остались на прежнем уровне, они идентичны что в 14-й модели, что в 15-й. Естественно, разъем Type-C установлен в айфоне 15, но здесь есть тоже нюансы. Если вы захотите передать какие-то файлы, то здесь скорость передачи файлов точно такая же, как и на Lightning, что эквивалентно USB 2.0. Здесь достаточно очень грустно. Ну, а с другой стороны, кто сейчас передает файлы по проводу, все есть в облаке, можно там в Telegram или каком-нибудь AirDrop на крайний случай использовать. А вот что теперь удобно, действительно, когда вы берете свой APTR какой-нибудь на M1 и iPhone, то вам нужен всего лишь один кабель, чтобы их зарядить. Поэтому Type-C прям очень большой плюс в айфоне 15 по сравнению с айфоном 14. Ну и также обновили чип U2 по сравнению с айфоном 14, который стоит чип U1. Напомню, этот чип отвечает у нас за позиционирование устройства и поиск каких-то таких штук типа Airtag. В общем, здесь все немножко прокачали, более точно стал показывать местоположение на карте как аксессуаров типа Airtag, так и вашего айфона. Ну а теперь давайте поговорим о самом интересном. Стоит ли покупать айфон 15, если у вас есть айфон 14? И стоит ли обновляться на айфон 15, если у вас есть какой-то другой айфон, например, там 12 Pro Max или 13 какой-нибудь мини? Конкретно в этом поколении я считаю, что айфон 15 это именно тот телефон, на который стоит обновляться с любого айфона, за исключением айфона 14 Pro и айфона 14 Pro Max. Конечно, это исключительно мое мнение, вы можете с ним быть не согласны, но смотрите, какие преимущества вы получаете, купив айфон 15. Вы получаете Dynamic Island. Это очень тоже важная штука, которая освежает опыт использования вашим айфоном. То же самое касается и USB-C, согласитесь. Это очень удобно, но здесь исключительно только в целях зарядки. Ну и самое главное, мы получаем с вами новую обновленную для базовой модели камеру в 48 мегапикселей. Но, опять же, это важно не для всех, но я могу сказать так, что камера в айфоне 15 стоит точно такая же, как айфон 14 Pro. Я делал обзор на айфон 14 Pro и я был впечатлен камерой. Она там действительно очень крутая. Я понимаю, что не всем, опять же, это будет интересно, нужно, но вы задумаетесь о том, что какой смысл покупать айфон 14, например, обычный сейчас, да, когда можно доплатить чуть-чуть побольше, да, и взять такие фишки, как Dynamic Island, 48 мегапиксельная камера, новый процессор A16 Bionic, ну, не такой новый, но все же. Ну, и, естественно, USB Type-C. Вообще, я считаю, что именно айфон 15 не Pro. Самое интересное, что показали на этой презентации, и я склоняюсь к тому, чтобы рекомендовать большинству людей именно самой базовой модели айфона. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете по этому поводу. Мне кажется, что айфон 15 действительно станет лакомым кусочком в течение всего этого года, особенно на какие-нибудь праздники. Конечно, вопрос о том, чтобы достать его в нужной комплектации, ну, базовой, в плане памяти и цвете, может быть, какой-то проблемой, но я думаю, что проблема решится уже к Новому году. Если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, у нас тут много всего интересного, дальше больше, всем здоровья и пока! Субтитры сделал DimaTorzok